Что ж, дамы и господа, мальчики и девочки, с вами снова Александр, не забывайте 550 лайков и новая серия в пути дороги, но для того, чтобы смягчить вашу боль, потерю от того, что наступило внезапно 1 сентября, ну, во всяком случае, ту часть зрителей, которой это касается, то 500 лайков хватит на выход новой серии. Вот, окей, гугл, во-первых, у нас в прошлых сериях я себе насобирал вот такую сногсшибательную совершенно броню, я теперь в 5 раз выше прыгаю, уаху, и у меня есть плохая новость, я собирался в этой серии добраться до какого-нибудь босса, хотя бы спинаруса, кто не знает, это огромный летающий червяк, который сумонит еще каких-то мелких летающих глазах, в общем, гадость редкостная, живет она в каком-то из измерений, название которой я не могу произнести правильно, но это не важно, и оказывается, его, блин, в Дивайне до сих пор нет, потому что в последний момент разработчики Дивайна столкнулись с какими-то непродалимыми багами, и, в общем, спинарусу пока что в игре просто-напросто тупо нет. Для меня это был шок. Кстати, кто-то мне писал, что есть замечательный верстак в виде рюкзака, он действительно существует, но, ребята, на это нужна кожа. Причем в количестве, и нитки. Я сейчас нитки бы предпочел потратить на что-нибудь более полезное. Вот здесь, видите, укрепленная кожа, на ее изготовление... Сейчас вот так сделаем. Вот на ее изготовление нужна вот эта штука, вот эта штука, видите? Короче, у меня такого количества ниток нету, поэтому пока что будем обходиться классическими верстаками. Так, немножечко перфекционизма. По-моему, это не тот Марбл Слаб. По-моему, это не та штука. Совершенно не та. Вот так делаем. Так, что-то я не то делаю. Окей. Дальше. Есть еще один босс, которого можно просто найти в мире. Да, далеко не все из них призываются. Некоторые из них можно просто найти в мире. Они там бегают себе, наслаждаются жизнью. Мы такие приходим и им портим малину. Не понял. Хм. Хм. Это не тот полублок. Марбл Слэп. Че, вот это, вот этот Марбл Слэп и вот этот разные вещи, что ли? Ребята, не волнуйтесь, я сейчас отлипну от монитора. Это Марбл Слэп 218.5. А, вот мне каждый раз, когда я пользуюсь, кстати, этим чизелем, это сбивает с толку. Так, 12, 12.5. Во, вот такие слабо нам нужны. То есть полублоки, извините. По-русски же это полублоки. Вот так вот. Вот так вот. А то же я страдаю прямо, когда вижу эти полублоки неаккуратно расставленные. Сразу, господи, как так можно жить. Так, а где к мое кольцо полета? Так, мое кольцо полета потерялось где-то там. Слушайте, ребят, что-то не первый раз. Захожу в игру, никого не трогаю, обнаружил, что мое кольцо полета исчезло в неизвестном направлении. Как это называется? Секунду, ребят. Ладно, короче, я нашел себе кольцо обратно. Это не важно. Важно то, что мы сейчас отправимся в обгитовые глубины. Полублоков, конечно, не хватило, но это пофиг. Так, вот так вот. Моя перфекционист... Душа, страдающая перфекционизмом, теперь страдает намного меньше. Вот. Так, что здесь происходит? Я хочу попробовать меч канделябр. Иди сюда. 22 урона. Ах ты ж, ешки-матрешки. А как мне с вами бороться с такими умными? Быстро стреляет. Ух ты. Единороги. Ребята, это местный ад. Я так понимаю. Значит, плохие единороги, после того, как они умирают, попадают в местный желтый рай. Если они были не очень хорошими, они попадают в синий рай. Если они вели себя, значит, при жизни плохо, то единороги попадают вот в это странное место. И здесь кусают грешников, то есть разных геронов. Ха-ха-ха-ха. Я не знаю, как комментируют то, что происходит. Почему здесь летают живут единороги? Что они тут забыли? И почему они такие толстые, блин? Я их убить ничем не могу. Айч. Ауч. Все-все-все-все-все. А, слушайте, я же еще могу призвать Соул Фиэнда. Своего удовольствия. Здесь вот такие же призывалки можно делать из кристаллов. И на этом мне хватит. Визвуд, Апалача есть, Кайнет и Дэн Соул. Вот. Вот, вот кого мы сегодня сейчас пойдем убивать. Но сначала давайте глянем уж, что тут происходит, если я все заглянул на огонек. Так, из этих цветочков, естественно, делается... Ой, боже, опять лагает на этих страничках. Да, можно сделать Мортум Даст. И давайте еще... Во, писталл лагает. Из них можно сделать Мортум Фрагменты, из которых можно сделать что-нибудь крутое. Очередные блоки. Окей, значит, нам нужно 90 штук. Дальше Гемсы, дальше Чанки. Как все поиск... 80 защиты. Полное сет пирки. Ночное видение. Которое мне очень понадобится, потому что я не знаю, вы хорошо увидите или нет. 33 урона. У меня меч сейчас Сканделябр на 31 урона. Фазер на 26. Вот у меня устраивает Кирк. Я не знаю, нафиг она мне нужна, но бог с ним. В общем, конечно, моя мечта собрать полную коллекцию всех видов оружия, к сожалению, так и останется мечтой. Потому что для этого нужно, ребят, заниматься корейским гриндом. Кто не знает, корейцы это самые лучшие разработчики МОРПГ в мире. Во всяком случае, чем вы объясните тот факт, что все наши русские разработчики, как правило, просто берут, заключают договора, локализуют. А проще говоря, переводят на русский язык эти самые корейские игры и все. А то некоторые люди до сих пор не знают, что какой-нибудь линейка это все-таки вовсе не русская игра, а очень даже корейская. Как бы это забавно не звучало. Так, а тут, слушайте, еще тогда момент выясним. Но это я за кадром буду фармить, тогда эти осколки собирать. Потому что на этот раз фантазии... А, кстати, да, я же самое главное не сказал. А теперь у нас рекламная пауза. И нашим спонсором нашего видео является мой канал на Твиче, где я иногда стримлю разные интересные игрушки, иногда даже играем с подписчиками. В прошлый раз у нас был Агар. Так что, ребят, наслаждайтесь. Запись стрима я иногда запихиваю на бонусный канал, поэтому и туда тоже подписывайтесь. Василиския. Кто сказал, что игру упростили, ребята? Вот смотрите, сколько нужно нанести ударов, чтобы убить одного Василиска. И на него почему-то мое зачарование на лутинг, которое по идее должно увеличивать количество выпадающего лута с этих самых мобов в 2-3 раза, нифига не работает. Странные дела, ребятушки. Эй, 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 отдай, отдай. Ну-ка. Да, мне опять выпала только одна душа. Окей, запоминаем, ребят. Лутинг накладывать, зачарование лутинг накладывать на мечи, бесполезно. Но все равно на демайновскую живность не работает. Демон ночи. Вот демон, да, здесь в кассу. Ну и единороги-то были зачем? Во, дружище, отлично, молодец. Ты подох. Ох, вот здесь меня вроде бы не лагает. Нет, здесь все хорошо. Здесь вообще замечательный мир. Прям хочется поселиться. Блин, а я кровать с собой взял или нет? Я все хочу выяснить этот момент с кроватями. Они, по идее, здесь взрываться будут. Точно так же, как в аду. Ну, скорее всего, я так думаю, кажется. Вот. И самое интересное, часто в этих самых мирах находятся на низких уровнях, на самых нижних уровнях. Ммм. Василийский, Василийский, Василийский. Так, секунду. Сейчас я вернусь. Знаете, я пришел к выводу, что самое выгодное из этих мобов, это, конечно, маленькие вот эти демоны. А маленькие, слабенькие из них выпадает душ не меньше, чем из других мобов. А вот другие, друзья, они довольно сильные и прочные. Ладно. Теперь, давайте мы скрафтим себе кару ОТ, призывалку этого босса. Секунду, сейчас вернусь и подготовлюсь. Так, господа, моральность и басни такова. Немножко соулов все-таки оставлять нужно. Не нужно их превращать все в фрагменты. Так, я пробегал немножко по мирам и немножечко насобирал вот этот мусор вот сюда. Вот это вот сюда. Так, нам еще осталась Эденовская душа, одна штука. Зайца, ты где? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот. Одно удовольствие теперь с вами общаться. Раз, два, и вас нету. Все, до свидания. Мне еще Эденовская душа, наверное, пару штук пригодится. Штуки три, да, на все эти вызывалки, призывалки, сколько их тут. Ривер, Этернтелайчер, Соуфинт и Каротэ, по-моему, еще нужен, да? Или для Каротэ нам нужно кого-то другого. Карот, Кристалл, он по-другому делается. Ладно, теперь мы отправляемся к порталу. Быстренько, где этот портал? Вот он. Привет, Татушки. И, 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 теперь нам нужно отправиться вот сюда. Здесь сделаем очень важное дело. Я пришел к гениальному выводу, что, в принципе, этот демон летать не умеет. Что, в принципе, логично, демоны и не должны летать. Это логично и правильно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вообще, конечно, было бы идеально еще ночное зрение где-то. Что это за паршивые звуки? Вы чем там занимаетесь? Что за пошлятина? Кто? Мамочка моя. Так, окей, гугл. Я-ка чувствую сейчас, мне бы маленькую такую комнату, вот, буквально вот такого размера. Раз, два, три, четыре. Он, в общем-то, небольшой. В принципе, много и не надо. Но все равно их мне придется убивать, потому что мне все равно нужно фармить осколки для следующего портала в мир. Я специально, кстати, не смотрел, что выпадает с боссов, чтобы не портить себе интригу. Вот, но сейчас куча людей ломанется писать в комментариях спойлеры и рассказывать, что же выпадает с этого босса. Знаю я вас очень хорошо, я знаю. Слушайте, как-то тут мрачновато. Я не знаю, надеюсь, что на видео будет более или менее хорошо все видно. Что у меня такое впечатление, что здесь как-то... А, слушайте, слушайте, слушайте. Ауч, больно. Это было больно. Ладно, так. Я что-то уже обленился. Не, никакой телепортации обмана и читерства. Не, не, не. Герой, все, прекращай уже. Уже не маленький. Так, сейчас мы сделаем себе соулфиндом. Вот так, вот так, значит, вот так. И вот так. Или вам нужно определенным... Вот это интересный вариант. Надо выяснить. Рецепт нужно выкладывать в строго определенную последовательность. А, нам еще нужен базовый кейсталл. Который делается из скай... А, ммм, 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 ммм. А скрафтить нельзя? Ладно, сейчас. Итак, скай, 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 тэн. Значит, мне вот этот мир. И мне там нужно побольше этих соулов. Блин, зачем я все души пролетил во фрагменты? А, я без толч. Ладно, окей. Короче, показываю. Сначала мы делаем вот так. Вот, и собираем базовый кейсталл. Нам нужны эти базовые кейсталы. Раз, два босс. Три, четыре босс. Пять, шесть. Семь. Семь боссов можно вызвать. Ладно. Делаем пять кейсталлов пока что. Дальше. Куда же мне это скинуть? Остатки душ. Уж вот так вот. Зачем? Зачем? Этот блок у меня перед глазами мозолит. Давай, иди отсюда. Вот. Дальше нам нужно сделать соуфинда. Выложить вот так и цептик. Потом сбегать наверх. Сбегать наверх. Я уже научился. Направо это наверх. Налево это вниз. Разобрался со своими лифтами. Ура! Наконец-то герон выучил. Так. Теперь сбрасываем всякий хлам на всяк случай сюда. Кроме еды. Это не хлам. Так. Эндерперла. Это конечно не очень к диване имеет отношение. Но пофиг. Теперь. Нам нужно много-много вот этого добра. Так. Растение. Уйди отсюда. Яблоко золотых мало. Есть ли в этом доме золото? Потому что я помню, что я что-то ставил на пейджар. Компеределываться где-то. Все ребята. Сегодня будет у нас босс. Ура! Я доволен. Так. Печки. Все хорошо. Хорошо. Окей. Золото есть. Золото партии. Яблок в этом доме. Ха. Нету. Нету золота. Ребята. Нету яблок. Нету яблок. Грусть-печаль. Что я могу сказать? Грусть-печаль. Ладно. Тогда кладем золото обратно. Будем тогда с двумя золотыми яблоками и банки опыта. Которые где-то у меня завалялись. 47 уровней. Печально. Ладно. Теперь. Этого демона можно призвать только в этом новом измерении. Которое называется Мортум. Я никак не могу привыкнуть к новой системе названий измерений. Которых теперь кстати. Но как видите. Многие измерения переименовали. Это очень неудобно. Так. Мне сегодня дадут комнату достроить? Или тут будет очень много экшена? Ау-ч. Давайте. 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 Вообще это похитители душ. Соул стилер. Я честно говоря не знаю. Так они выглядят на самом деле. Я даже знаю что они делают. Прокрадываются к маленьким детишкам ночью. И говорят им следующее. Ты первый в постель к Биберу. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Таким страшным страшным голосом. Такие. Нет. Только не к Биберу. Вот так вот. Вот так. Теперь нам нужно где-то наверное блоков 5. Что самое интересное. Вот эта прыгучесть. Которая дает эта броня. Плохо сочетается с полетом от моего кольца. И колечко бывает подключивает. Это не очень хорошо. Конечно. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Теперь. Так. 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 Кто хочет узнать откуда я этот Вент взял. Волшебный посох. Можете посмотреть прошлые серии. Там где я бегал, орал, бомбил по поводу. Ааа. Меня убивает в 20 раз за серию. Ааа. Что это такое. Ааа. Спасите, помогите. Ааа. Протеснение прав ютуберов. Что это такое. И так далее по списку. Это было ржака. Так. И. Ааа. Слушайте, слушайте. Нам же еще факелочки нужны. Мы же это. Мы же люди приличные. Вдруг вам нифига не видно. А. Есть тут своя руда. Вижу, 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 вижу. Маленький кусочек руды. И вот он. Сул стилеры. Пофиг на них. Ну что. Моменты истины, ребятки. Та-ра-там-та-та-та-там-там-там-там-там-там-там. Самое интересное, я не знаю, чем этого демона убивать решительно. Потому что этот меч, вот этот, на 32 урона, даже зачарованное на шарпнесс, ну, чуть более чем бесполезен. Сейчас вы увидите. Поехали. Еее. Выглядит как похититель душ, но у него очень высокая броня. Показываю. Толщина броня. Ох ты. Он ослепляет. Источает какие-то непонятные эффекты странные. Ух ты. Слепота и ножи. Сейчас вы увидите. Из него такое черное облако. Сейчас из пасти будет выходить. Ну, покажи нам. Давай. Во, во, во. Идеальный момент. Момент истины. В принципе, даже и без полета можно его убивать просто аккуратненько. Видите, какие всколухи красивые спецэффекты исходят? По-моему, это раньше такого не было в прошлых версиях. А вот это кто у нас вокруг бегает, вокруг него? Погадайте, а? А? Из какой игры? Кто это такие маленькие симпатичные, которые любят сжать мозги? Ничего не подозревающих людишек. Конечно же, хедкрабы. Вы правильно подумали. Хотя, может быть, это не хедкрабы, я не знаю. Ну, логично. Демон, хедкраб, чё. Я всё жду, когда из него выпадет то, ради чего мы здесь собрались. Я пока что специально не смотрю, что из него не выпадает. По-моему, я уже повторяю их по второму кругу. Это как-то не очень смешно. Давай, давай, давай. Пока ля-ля-ля, тополя, всё. По-моему, соуфинда нету. Но по второму кругу убивать не буду, это скучно. Давай. Ещё одна древняя сущность. А, так мне ещё хедкрабов убивать? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. И чё? Ничего себе. Эй. Я не понял, а почему из него... А, из него выпало огромнейшее количество халитовых слайсеров. Статуя. Кстати, обратите внимание, у меня в прошлых сериях не выпало так... Я так и не увидел статуэтки, как его, короля скорчеров. Король... Как же вот он? Не гонщиков. Да, король гонщиков или что-то около того. King of Scorchers. Как это переводится, я не в тиме. Вот. И не выпало мне вот с этих пяти боссов тоже должна была выпасть специальная статуэтка. А здесь всё-таки выпало. Soul Fiend. Ну-ка посмотрим. Какая-то она... Не... Не впечатляет. Ладно, ребят, сейчас возвращаемся на базу. Глянем по временям. По-моему, мы ещё должны Pandora Box открыть. Они у меня ещё не закончились. Ладно. Это традиция, ребята. Это традиция. Pandora Box это жизнь. Слушайте, обалденно. И у меня возникает вопрос. Резонные. Имели я право достать эти статуэтки короля скорчеров, которые я убивал, честно. Но почему-то из него статуэтка не выпала. То ли это, как сказать, баг, то ли где, то ли как. Вот это. Я не знаю. Ладно. Теперь самое главное. Мы его идём ставить... Куда мы статуэтки ставим? Сюда ставим. Ну-ка, давай сравним по размеру. Не, ребята, не впечатляет, не впечатляет. Выглядит они так себе, прямо скажем. Так, теперь. Халитовый слайсер 22 урона, а это 23 урона. Ладно. Знаете, я себя чувствую Якубовичем из поля чудес, который собирает кучу всякого ненужного барахла. И все такие, а это музей Якубовича. Так, а Карл ОТ сейчас глянем, кто это и что это, и вообще с чем это едят. Секунду. Какие отлично всё по времени получается у нас, господа. Еееей. Но на второго босса у нас, вероятно, сегодня хватит. Так, забираем 2-3 штуки пандоробоксов. Не знаю, сколько оптимально. Ваши мысли под описанием под этим видео. Ну, в комментариях, в смысле, пишите. Может быть лучше 4 штуки, может я жадничаю, может 5. Все любят открытие кейсов, так что не рассказывайте мне тут. Ладно, если что. Давайте, нет, давайте мы в Дэна. Давайте мы пойдем в синий рай. Хочу в синий рай, вот этот раз. У меня тут желание свести счеты с кое с кем, кто здесь обитает. Так, тут не очень наглядно будет. Ну, пофиг, ребята, пофиг. Наша цель открыть. Убедиться, что ничего полезного не выпадет. Эм, эм, и чё? Ну да, конечно же, деревья. Ребята, они спавнятся просто в воздухе. Это наркомания, это наркомания просто высшей категории. Что это такое? О, боже мой. Ладно, я надеюсь, что эти деревья не сломали мне порталы, иначе я не смогу отсюда вернуться. О, боже, скриншот на память. Это просто. Лес, деревья, висящих в воздухе. Ничего необычного. Ауч. У этих, кстати, лучников есть паршивое свойство. Они слишком быстро стреляют, и когда я к ним подлетаю, ну, в общем, они меня постоянно отбрасывают. Я к ним не могу подбежать. Что в этом измерении, что в том, в котором мы сегодня уже были, не получается. Давай, удиви меня, коробочка. По-моему, я все эндерперлы просто-напросто тупо просрал. На эти пандоробоксы. Что, и все? Э, не, 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 не. Я не согласен. И тогда будет три штуки. Это что? Что это за фигня такая? Нет, ну... Ничего не произошло. Так, окей. Так, теперь я забрался в обычный мир, подальше от деревни. Вон там. Но от своей базы я нахожусь за 2 километра. Так что ничего страшного. Давай. Удиви... О, во-во-во-во-во-во-во-во. У-е-е-е-е-е-е! Куча зачарованных шмоток! Они про... Блин, они даже не зачарованные. Серьезно. Зачем мне этот мусор? О, мясо. А, блин, а! Твою ж налево! Вы видели это? Вы видели? У меня шмотки вылетают из инвентаря. Вот это неожиданный поворот событий. Ребята, очень будьте осторожны с этим пандуробоксом. Так. А! Что? Блин, это дорогущая броня, вы издеваетесь. Это дорогущая броня. Эй, овца, где моя броня? Я потерял кольцо-полёт. Матерь божья. Ё-моё, где всё? Где? У меня паника, паника. Герон старательно изображает панику 500-го уровня. Ой, боже. Так. Так где же броня-то? Броня, явись! Пожалуйста. Я всё готов простить. Но, во-первых, у меня не хватает второго рюкзака. Блин, а где он находится? Эй, серьёзно, чуваки, что за фигня? Так, меч вернули, файвер вернули, кольцо вернули, меч вот этот вернули. Осталось только броник. Броник. Кис-кис-кис-кис-кис. Блин. Просто знаю масштаб и размах действия пандуробоксов, мне становится страшно. Ладно, пойду смеянно искать за кадр. Господа, мне плохая новость. Я потерял рюкзак красного цвета, в котором и сжали куча всяких интересных инструментов. Но самое ценное у меня с собой лежит. Ребят, я в шоке. Я не знал, что пандуробокс может у твоей такие фокусы. Я реально так расстроен, потому что я даже не знаю, что я потерял. Кто в теме? Напишите, пожалуйста, что там было в этом красном рюкзаке. Не знаю. Так, отлетаем подальше от ГИХа, подальше. О, котики. О, что это за порнография. Здрасте, приехали. Детский сад, ей богу. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. О, с тебя золото выпадает. Не знал. Слушайте, это надо пофармить их. Будет у меня куча золота на золотые яблоки. Ладно, ребятки, благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Оставайтесь с нами. У нас закончилась 2017 серия. Башня славы, ребят, будет снята отдельно в виде отдельного ролика и отправится на бонусный канал. Потому что мне сейчас нужно много чего отснять. И потом у меня не будет возможности снимать, а Дивайн нужно закончить. Ну, в общем, вы все увидите и узнаете сами. В паблике канала. Если что, если кто забыл, где это, куда, и зачем, и откуда. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok